Здравствуйте! Вы смотрите Губернские новости в студии Екатерина Хромова. 3,5 сотни жалоб на действия организаторов различных закупок по 44-му закону поступило с начала года в Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы. Из них обоснованными признаны 47 заявлений. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил руководитель регионального антимонопольного ведомства Денис Чушкин. По его словам, после того, как были выполнены предписания об устранении нарушений, бюджет смог сэкономить без малого 16 миллионов рублей. Денис Чушкин также проинформировал о том, что более чем в два раза увеличилось количество решений о включении различных компаний в реестр недобросовестных поставщиков. Всего в этом году таких записей уже сделано 350. Это значит, что попавшие в черный список поставщики два года не смогут участвовать в государственных и муниципальных торгах. При этом антимонопольщики с особое внимание обращают на тех, кто занимается социально важными закупками, лекарствами, продуктами питания, строят и ремонтируют соцобъекты. Духовность и любовь к искусству. В Доме архитектора открылась выставка «Взгляд на мир». Пейзажи, городские этюды, портреты, натюрморты и графические картины. Здесь представлены совершенно разные направления. Объединяет работы то, что они созданы учениками художественных школ, в том числе студентами иконописной при Покровском соборе. С помощью таких зарисовок ребята осваивают основные техники академической живописи, которые в будущем помогут им при написании образов. Например, создание натюрмортов позволяет научиться грамотно подбирать оттенки, чтобы затем правильно прорисовывать облачение святых, передавая объемные складки на ткани. Ну а классический портрет поможет студентам улучшить навыки написания божественных ликов. Мне нравится, как художник передает эмоции. Вот это, знаешь, мелочи, когда прорисована каждая деталь, глаза, губы, каждая волосиночка прямо. То есть видно, что люди постарались. То есть они вложили душу в эту выставку. Люди собрались не по географическому принципу, не по принципу работы в одном месте, не по личным знакомствам, а потому что их связывает интерес к веку классической академической конописи, к позапрошлому. Эти люди пытаются возвратить и возвратить традиции. Наклон, поворот направо, поворот налево и специальный мостик. Физические упражнения в танцевальном исполнении, да еще и в рабочее время. Производственная гимнастика в дошкольных учреждениях Коминтерновского района обрела креативно-творческий облик. Стройные матрешки, они же работники детского сада номер 135, тянут носочек, приседают, делают наклоны под мелодию русских народных песен. Для антуража надели стилизованные футболки и расписные платки. Всего на участие в районном этапе Воронежского фестиваля производственной гимнастики заявки подали 16 коллективов, один из которых достаточно возрастной. Это ветеранский клуб «Перезагрузка». Кстати, в этом году в городском финале детские сады Коминтерновского района взяли сразу три призовых места. Теперь готовятся к следующему конкурсу. Творческие номера демонстрирует жюри. Поддерживать физическую форму в 118-м садике начали давно. Пока малыши спокойно спят днем, нянечки и воспитатели упражняются под руководством хореографа Марии Барановой. Она же ставила и конкурсный номер. Мы решили совместить хореографию, так как я хореограф, и, конечно же, физкультурные номера, упражнения. И чтобы было задорно, весело, девочки с удовольствием это все разучивали. То есть очень интересно совмещать. Платочек мы взяли, это у нас было как элементы, физкультурный инвентарь. Мы делали упражнения с ним. Мы занимаемся в тихий час, примерно в 13.00. Встречаемся. У нас вот есть снаряды, если вы посмотрите, роллы мы на них делаем, зарядки гимнастические, палки мы их убрали. Мы занимаемся с большим удовольствием. То есть у нас производственная гимнастика реально существует, не только для конкурса. В течение года детские сады занимаются регулярно и на улице, и здесь занимаются. Это тоже, чтобы поддерживать физическую форму. Ведь здесь и воспитатели, и повара. Здесь весь коллектив принимает участие, потому что, ну, вы видели разного возраста, разные комплекции люди. Они просто делают производственную гимнастику. Но, конечно же, для выступления они сделали яркий номер. Яркий номер для того, чтобы было красиво. И пока это все. Оперативная лента новостей обновляется на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Завтра итоги недели подведет мой коллега Иван Грищук. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова